У тебя идут цифры? Да, да, да. Ну ты на всех оборачивай, комментируй, туда приблизь. Знаешь, как приближать? Да, да, все знаю. Смотри, что тут делается. Есть, на, перчатки. Я его руками выбрал. А это, Андрей. Готовим место для молитвы. Игнатий Сухнович никому не доверил косу, косит. Вот так выглядит место для молитвы. Сейчас его подготовим и будем молиться. Здесь ветерок. А потом просторы снимешь свои? Ну я не взял. Просторы-то хочется. Вот эти лозерные. А в Ливане, да, есть там комментируем? Там далеко-то не нужно, а может быть темно. Может темно-то не будет. Темнеет, вот поздно. Да, здесь очень хорошо. Мы распили в это время, да? Вчера уснул. Благодарю. Вот здесь место для костра. Вон крест стоит. Помню, как мы этот Виглам чинили. Я помню, как он там, вот, Виглам это называется. Он, короче, все балки у него прогнили, и нам пришлось снова убирать их, копать ямы, сталкивать, закапывать и новые огородки делать. Очень трудно. И траву всю вырывать руками. Косой это внизу надо было выкашивать, потому что там были скамейки, они могли... И евреи, и какой-то на такой мусор, чтобы северную дорогу строить, чтобы они пошли на Израиль. Израиль их побелит, и потом уже ордитры с новостями. Это так быстро, так ощущается, что вот это вот... То есть умышленно это делается все. По поводу мусора я вообще... Даже было смешно. Накопилось у нас очень много мусора, и была забастовка этих компаний мусорных. Они не собирали, а куда-то вот так вот складывали-складывали, а жара летом невозможна. И что происходит потом, когда я узналась? Ну, Россия, значит, вызвалась купить мусор. Мусор покупают, оказывается. Купить мусор. Они купили этот мусор, все, очистили это. Я такая вообще... Это что такое? Денег никуда делать, да? Вообще, я знаю, китайцы у нас свалки скипали. Одно из них в 90-е. Они на самолетах не проливали. Но это царичка, вторсырье. Они перерабатывали. Они не хранили, они это перерабатывали. Это вторично, вторсырье. Это реально. Там просто если... Ведешь, поддаешь... Там пластик, там... Да, у нас очень редко... Они не уходят, не знают. Сейчас... Да, это дороже. Вечер. Так, все. Сюда снимать, сестры, быстро заходите сюда. Смотри, машину пошли. Как наш ответ. Заснял. Залезьте сюда. Можете через верх, можете через низ, как угодно. Я прошу прощения. Ты что, так тихо? Получилось, да? Как громко? С другой стороны, большой промежуток. Так вы там предоставили костюм? Да, я прославил. Пропила, блин, это... Да, 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 да. Это я Донника понюхала, и у меня сразу... Это аллергический чихань у меня получил. Он точно жалуется. Так, зашли, будьте здоровы. Это я подрухала Донник. Вот смотрите. Здесь была вот она хорная башня. Здесь вот это все были фермы. Коровники, телятники, свинальники, овечи держали. Две пасики. Две хорные фермы разрушились. Это маленькая деревня была, 169 дворов. Я исполнилась в 18-м... 2001 год исполнился. Нет, у нас, когда же раньше, это 15 на 3 года. Не в 2000, а в 200... 200 примерно 5 лет. Вот потеряю, как она зафиксирована там, где-то в музее. Оттуда данные взяты. Гляньте, сколько грачей пить воду прилетели. Вячеслав, я говорю о грачах, ты сразу раз туда... Зайди сюда, вон на озере сидят. Зайди сюда, залез. Посмотри без берега сюда. Вижу, вижу, вижу. Столбы как идут. Вот это костер, куда мы придем. И вот это место мы избрали. Здесь его разровняли. Все, я говорю, уже не туда смотреть, а сюда надо. Какой они образованный народ сидит. 30 школьников, у нас учители, их не проведет никуда. Они вот так вот. Японцы уводят 30 учеников, они идут. Он останавливается и говорит, справа здание, правый угол не ремонтировался. Ему 315 лет. И все 30 фотоаппаратов туда сразу щелкнули. Их учат этому. У нас еще... Я разговариваю, она как стояла спиной, так и стоит. Когда ее учить? А что ее учить? Что учить? Поздно. Вы поняли, нет? Надо учиться. Быть внимательным, наблюдателем. Я рассказываю разные истории, которые знаю из книг и лично знаю. Век живи, век учи. Не маши, сейчас еще нет. Мне надо это махать. Отпусти руку, брось. Я говорю, брось совсем. Нет, не брось. Меня кусают. Вы-то свои, а нас чужих кусают. Это зафиксировано будет. Ты говоришь, не брось. Ты рада сразу все бросил, разговаривать не стоит. Мученица. Посмотрите. Немцы захватывали разные города. И везде они готовили подрывные работы. Награет мальчиков. 10, так, 8 лет, 12 и начинает учить. На родном языке. Киргизы, там, шибаши. И вот он их в классе. И говорит, вот фотографии. Видите, вот 4 женщины, взрослые, и 15 детей. Определите, чьи дети. Кто мать? Он должен определить. А теперь записан на магнитофон, пленку. Мама, а я можно останусь здесь еще на 20 минут? Дочка, я сказал, вовремя надо приходить. Выключил. Так, найдите, кто это говорил по фотографии? Вот какуща ты. Этот парень один сразу, который действительно он знает. И он показал, вот эта женщина, почему она говорила с придыханием. Значит, лишний жир у ней. А вот эта вот тетка жирная, это вот она. Такая же дочка, на нее похоже, почему левый глаз маленько не так смотрит. Он сразу разгадал. А учитель повернулся, вот так. А кто-то кричит. А ты сам-то мог бы найти? Он понял. Кто сказал? Я вовремя, наверное. Все сидят. Один говорит, ну, если ты такой специалист, найди, кто он? Так, руки на стол. Все положили руки. Выйди. Это ты. Он вышел, да? А как вы узнали? А я узнал, как? В первую очередь смотрел на мизинец правой руки. Ты почему-то дергала его в это время. Я глянул в твои глаза и вижу напряженность. Ни у кого такой нет, значит, это ты. То есть они работают над людьми, работают. Притом все запоминают. Я этот случай не раз рассказывал. Выкинула, выкинула. Выкинула. Стой, спокойно. Вот идут с Туворовского училища. Там это школьники, кадеты-то маленькие совсем. Так вот, стоп, остановились. Мы сейчас проходили вот здесь вот. Сколько этажей здания было? Не поворачивать голову. Только двое ответили. Семи этажей здания. Так, в каких окнах горел свет? А подъезды с той стороны? В каком подъезде? Он должен мысленно окна посчитать. Но он же не думал, что его остановят. Он должен был считывать все, что на пути попадается. Я вел занятия в пяти отделах милиции в городе Барнауле. Городскому ВД и Краевому ВД. Это сотни офицеров. Притом регулярно. За мной приезжала машина. Они заказывали темы, какие говорить. Больше никого там не было. Это они в интернете сильные там одеты. А там нет, в его их никого нету, в Яве-то. Заходит один высокий седой мужчина в гражданском. Там видно, что выправка такая. Так, ты на базаре был неделю назад. Торговал жирной свининой. Я говорю, в жизни не торговал тем более свининой. Вы ошиблись? Нет, не ошибся. Это как раз второй крытый проход и третий подъезд. Вы там были. И кто-то вам помогал, на вас похоже, моложе вас. Это, наверное, брат был. Отец Аким приезжал. Я ему свинью помогал затаскивать. Он шел, не знал, что со мной встретится. Но он уже все зафиксировал. Это специалист. Вот так надо работать. Ты где-то прочитал случайно одно слово Библии. Оно должно тебе высветить. Это вот оно, где применимо на сегодняшние дни. Оно ждало тебя, которое разгадает тайну этого слова. Мы пришли сюда. Вот смотрите, там видно, что наклон, а здесь ровно. Там и лопатами дети разгребли. А тут я бульдозер нанял. Вон какой подняли. Скотину поят. Засадили. Тут ни одного растения не было. Деревья растут. Белый это шипер мы привезли, осколки. Здесь сток сделали. Сороковку дерева. Мы можем зайти, обязательно подойдем вам, чтобы увидели. Хотя бы раз где-то. Это все на пустом месте. 21 тысяча сел разрушены. Никто не берется. Тем более на таких принципах. Не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. Это первый разговор ведем тогда. Вы сам у себя в Ливане найдите таких. Чтобы ни один не курил, ни один не наркоманил. И вы увидите, как задыхаться начнет поиск. Я в кровавой администрации сказал. Они говорят, а у нас в администрации никого не подошел бы. У нас, говорит, статистика сплошняком врет. Женщины матерятся, мужчины курят. А мы первый раз разговариваем. Не надо смотреть, что нас мало. И вот здесь бульдозер шел. От него куча есть земли. Разровняли, а теперь почти ровно. А тут тогда пришли с ребятами, поставили крест. А чтобы здесь удобно было после молитвы сидеть, двойные жерди. Смотри, как удобно сидеть. И не бойся. Крепко. Здорово? Да. Это все на пустом месте. А вот это место, где костер, как мы искали долго где. Это глубокая яма. И в этой глубокой яме ярусами вот так сделали. Сидеть. Песня составлена. В отдаленном припев. В отдаленном этом месте хорошо. Воздух чистый оглашает пение птиц. Наш костер горит, как с углями горшок. Звезды искрами рассыпались вниз. Ох! Ох! Это ребятишки все поют. Ох, вот так запривай. Вот тянутся все. Здесь мы молимся. Здесь ветерок дует. На молитву. Я сказал на молитву. Когда я говорю, вы еще что-то говорите. Не тост не слышу, не это. Вон идет дымок. Что означает дым? Баня. Баня для наших дальних друзей. Так, стой женщин. Хочется идти, пойти, пойдите. В предбанник не выносить воду. Только там. Внизу будут постелены коврики. Потому что некоторые доски мы ставим ребром. Чтобы проветрило. А теперь они не прибитые. И чтобы по ним уже было шагать, по коврикам надо. Вода горячая есть. У нас норма полтора тазика небольших. Но вы сделайте больше, потому что у вас больше. Можете постирушки сделать. Быстро высохнет. Сходи. Все, застираешь. Тебе нужны не будут. Кто пойдет? Я пойду, я, я, я. Вот так. Раз, два, три. Молодцы. Мы молимся кратко и уходим. Смотрите на наш лагерь, которому 45 лет. Мы работаем. Да. Здесь Евангелие лежит. Здесь молитвослов. Здесь стоит щет и считает. Вот. А это загородка от коров. А это сиденье для наших ребятишек. Бобров. Так. Пятки вместе. Так не стоят на молитве. Пятки вместе. Прижмут. Боже, милостью, будь неогрешная. Создав имя, Господи, и помилуй меня. Вячеславец и грешил, Господи, прости меня, грешно и помилуй. Мы просим милости Твоей. Услыши нас, Господи. Мы воздаем хвалу Тебе за многие Твои милости и долготерпения. Сколько лет Ты, Господи, охранял нас. От внешних, внутренних, видимых и невидимых врагов. И умягчал сердца их и располагал к нам. У нас не было потери. Это милость Твоя. У нас не было неисцельно больных. Это милость Твоя. Не было отравленных. Это милость Твоя. Не было утопших. Это милость Твоя. Не было сгоревших. Это милость Твоя. Аллилуйя. Прими нашу хвалу. Велико Твое долготерпение. Мы просим Тебя, Господи, благословить тех детей, которые были здесь, и их родителей. Все доброе, что они слышали, да принесет обильные плоды и в их детях. Они добрые, в чем показали дурной пример, где показали соблазн. Предать забвение и изгладить их памяти. Мы просим милости Твоей, Господи, на священство, на епископство, на патриарха. И продли мир в земле русской, чтобы мы научились ценить его, правильно пользоваться и славить имя Твое святое. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все, мы уходим. Сестры, сразу направляйтесь к себе, берите, какой у вас переодеться, постирайтесь, сегодня все высохнет сразу. И постарайтесь отдохнуть все, кто будет на богатых районах. Потихоньку, вылазьте. А? А на исповедь? А сейчас на исповедь. А как? После еды, ну, потом в баню. Идите на исповедь. Смотри, Вячеслав, вон они из лагеря вот так вот, я не рассказываю, вот так вот выбежали, и вон видишь, что там настроения уже такие. Да, да, да. И вот они это все отбежали, понимаешь, да, и ну и там, все, понял. То есть, и они тренировались. Спасибо.